Но информационный блог на этом не заканчивается. Моя коллега Евгения Иванова объявила войну лишним килограммом. Она худеет под прицелом в селе камеры в проекте «Жми, худей, смотри» на Первом городском. Двое героев нашего реалиции должны сбросить лишний вес за короткое время, но без вреда для здоровья. А помогает нашему журналисту и участнику Ивану Кудрявцеву персональный тренер. Давайте посмотрим, каких успехов им удалось добиться всего лишь за 4 недели тренировок и правильного питания. Я уже с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи на Первом городском. Позади месяц реалити проекта «Жми, худей, смотри» на Первом городском. За это время на двоих мы похудели почти на 20 килограммов. Помогли усиленные тренировки с наставником и правильное питание. В этот раз мы узнаем новые рецепты полезных блюд и будем заниматься по новой программе. 4 недели мы привыкали к занятиям на самых разных тренажерах. Привыкли и, честно говоря, многие упражнения начали надоедать. Почему сегодня ты нас привел в зал для групповых занятий? Ну, здесь мы с вами немножечко сменим обстановочку, чтобы вам хотя бы морально было намного легче. А так мы сделаем с вами сегодня хорошую круговую. Включим силовые упражнения, включим немножечко аэробные, ну и будем просто умирать. Оптимистичный настрой и смена обстановки действительно помогли. Вместо разминки на беговой дорожке степ-платформа и скакалка. Та самая, с которой мы так много прыгали в детстве. А это, между прочим, отличный способ похудеть, который по-модному называется скиппинг. Такие прыжки задействуют мышцы ног. Это способствует похудению в бедрах, упругости и усилению тонуса мышц. Активные прыжки помогают и в борьбе с целлюлитом, а поскольку эти упражнения отнюдь не статические, укрепляется дыхательный аппарат. К тому же тренер Максим Матрос устроил нам круговую тренировку, один из самых эффективных методов похудения. Суть этой тренировки заключается в том, что все упражнения выполняются один за другим по кругу, и таких кругов несколько. Но не стоит путать круговые тренировки с групповыми занятиями, которые так любят многие девушки, посещающие фитнес-центры. В первую очередь на групповых занятиях мы с вами худеем за счет воды. То есть мы с вами после того групповые занятия пошли в душ, пошли покушать и все. А в тренажерном зале мы с вами можем сделать и силовые нагрузки, и аэродные нагрузки. Мы можем сделать круговые, функционал, все что угодно. Работа с отягощениями – это самое лучшее для роста мышечной массы и самое лучшее для эффекта жирозамещения. Слово, на этой неделе Максим удивил нас не только новыми занятиями. Он отправил своих подопечных в ресторан быстрого питания. Фастфуд на обед после месяца полезной еды стал шоком для организма. Но впитывать все вредное на этом этапе диеты он не стал. Правда, получил встряску перед новым периодом тренировок. После фастфуда очень тяжело было сегодня влиться, очень тяжело было сегодня прыгать, потому что это ощущение тяжести на желудке после такого нездорового питания, которое было нами употреблено. В принципе, смена какой-то, какие-то аэробные новые нагрузки, они дают о себе знать. Да, действительно, я уже лет, наверное, 15 не прыгал через скакалку. Пришлось вспоминать то, что было давным-давно в детстве. После такого неполезного обеда нужно вновь привыкать к диетической еде. Нас часто спрашивают, что же мы такое едим, чтобы похудеть. На самом деле, ничего сложного в нашей системе питания нет, нужно только к этому привыкнуть. И докажет нам это шеф-повар одного из нижегородских кафе. Валентина Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот скажите, что же должно быть на столе у человека, который хочет похудеть? Я не хочу сказать, что вода. Должны быть фрукты, должны быть овощи. Естественно, должны быть каши, геркулесовая, гречневая, рисовая. Геркулесовая залитая кипятком, запаренная. Рисовая и гречневая тоже запаренная с вечера. Гречка, геркулес и рис – теперь наши любимые крупы. Их должны полюбить и все те, кто сидит на диете. Это медленные углеводы. Такие гарниры помогают не проголодаться быстро. Но несоленые крупы также быстро надоедают. Все просто. Помогут овощи. Сырые и разноцветные. Цветотерапия улучшит настроение. Жень, я предлагаю доказать нашим телезрителям, что мы все-таки сами умеем готовить. Взять морковь и чуть-чуть порезать ее. К белому рису – оранжевая морковь, зеленая фасоль и капуста брокколи. Получился полезный гарнир. О гречневой крупе – листья салата, красный перец, огурец и томаты с несколькими каплями льняного масла. И готов диетический салат. А вот почему лучше не нарезать овощи очень мелко? Потому что, чтобы не разрушить клетчатку. Чтобы она осталась не на ноже у вас, а осталась в вашем овоще. А клетчатка, то есть растительные волокна, способствуют похудению. Она словно метелкой чистит организм. Нерастворимые волокна, которые содержатся в овощах, проходят по желудку и кишечнику, впитывая в себя шлаки с токсинами и выводят их. Еще больше тренировок и еще меньше вредной еды. В пятом свежем выпуске проекта, который выйдет в эфир в воскресенье в 11.20 утра на Первом городском. Включайте телевизор и меняйтесь вместе с нами. Персональный тренер поможет построить клету тело вашей мечты. Программы по снижению веса, коррекции фигуры и набору мышечной массы. Составление рациона питания, работа с детьми и подростками. Индивидуальные занятия в тренажерном зале. Доверь свое тело профессионалу. Максим Матрос – двухкратный чемпион России, чемпион мира по пауэрлифтингу. Рекордсмен страны, Европы и мира. А уже в это воскресенье в 11.20 утра смотрите полную версию второго выпуска нашего проекта «Жми, худей, смотри» на Первом городском.